монтируем отдельный кран для холодной воды на мойку кран выглядит вот таким образом что для этого нужно нужно будет тройник это для того чтобы подцепить подводку мягкую воды холодные прокладки гайки все это одну вторую так начинаем с того что устанавливаем вот такой тройник на холодную воду под раковину там где у вас вот холодной воды вот что у нас получилось вот так тройник то есть один пойдет отвод на холодную воду в смеситель 2 пойдет для наших нужд на отдельный кран для того чтобы просверлить здесь отверстия нужно конечно будет сделать разметочку сверло по металлу на 10 и вот такую шарошку приобрел что заодно проверим ее в деле будем расширять отверстие до нужного нам диаметра нужно будет электродрель соответственно для этого разметочку сделали электродрель сверло на 10 по металлу вот такое отверстие у нас получилось это мы сверлом на 10 по металлу просверлили мойка оказалось прочность сейчас берем такую шарошку я проверил сюда вставляется на теперь главное чтобы она не подвела потому что такая дешевая на 1 я думаю хватит чтобы это отверстие расширить так для того чтобы еще раз покажу где наш кран вот чтобы поставить сюда вот такой экран так но в принципе справляется со своей задачей продолжает рассверливать но а если у вас нет шарошки или дрели ну тогда круглый или полукруглый напильник вам в помощь и вперед туда-сюда посмотрите какое же отверстие единство что все равно напильником придется обрабатывать потому что вот эти заусенцы вокруг остаются их надо будет заровнять напильником или еще чем-то мне не знаю может быть наждачкой их надо будет снимать смотреть какие так довольно быстро и неплохо эта штука работает но она нас равно одноразово так ну работу над отверстием закончили сколько минут 30 до ушло у нас совет такой ставьте дрель на минимальные обороты потому что так будет эффективней высверливаться но и без напильникова все равно не обойдется потому что большие заусенки образовались их нужно снять сейчас мы обработаем это все дело отверстие обработали напильником и что вставляем вот как то так сейчас мы еще подумаем как лучше все это сделать потому что внизу гайка посмотрим надо ли эту накладку оставлять наделаем все вам покажем так смотрите решили вот таким образом сделать накладочка это то есть получается с накладочкой все это не так красиво которая в комплекте шла так снизу снизу смотрите здесь гаечку такую ставим вот гайка и прокладка на одну вторую снизу я беру тоже прокладку тоже прокладку но гайку вот такую широкую тоже на одну вторую все прикручиваем и собираем посмотрим что получится так чё у нас получилось вот эту гайку вниз поставить не удалось потому что если я ее поставлю вниз тогда вот эта гайка вот эта гайка с подводки просто не накрутиться туда до конца и будет не герметично поэтому я внизу и сверху прикрутил вот такими гаечками тонкими это сейчас буду пробовать накрутить возможно придется еще прокладки вот эти резиновую выбирать чтобы выиграть пару миллиметров сейчас попробуем уже так ну что внизу у нас все получилось все герметично ничего не течет кстати сейчас я покажу вам как там внизу все это выглядит но суда соответственно смотрите просто гибкую подводку вот с таким штуцером у нас вот такой штуцер на другом конце ну и дальше уже как говорится по вашему усмотрению штуцер эти любого размера есть шланги любого размера сейчас я вам продемонстрирую снизу сначала как это выглядит а потом мы накрутим вот эту гаечку сюда и покажем как водичка идет снизу выглядит вот это дело все так ничего не капает слава богу длины хватило крана основного и вот здесь вот то есть чего мы начинали вот он делитель стоит тройник одна вода идет на сместитель другая на этот кран который монтировали что друзья для чего все это затевалось вот они все это сделали отдельным краном шланг сюда змеевик и сброс теперь когда все это дело будет делаться смеситель будет свободен можно будет им пользоваться